В предыдущем выпуске мы сразились с Мартреткой против Найкса. Что из этого вышло, посмотрите либо по подсказке справа сверху, либо по ссылке в описании, друзья. Ну что ж, а сегодня мы придумали для нашего героя новое испытание и сразились с Мартреткой против... против другого героя. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня новый выпуск рубрики 1 на 1. Ребят, большое спасибо, что на прошлом ролике вы набрали большое количество лайков. Большой вам респект, ребят. Давайте на этом видосике также сделаем большое количество лайков для того, чтобы эти выпуски были намного чаще и намного качественнее. Друзья, большое вам спасибо за поддержку. Ну и что ж, сегодня мы приготовили для нашей Мартретки Спектру. Как думаете, вывезет она или нет? Ну и что ж, обязательно пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в этой рубрике 1 на 1. Я видел в прошлом выпуске очень много, ребят, комментариев пишут. Ну и что ж, сегодня время Спектры, поэтому давайте проверим, на что она способна против Мартретки. Ну что ж, друзья, подъехал у нас Антоха, готовы мы зарубаться. Антоха, приветствую. Привет. Так, со звуком все норма, теперь в этот раз у нас все будет пушено. Ребят, думаю, по правилам тут, в принципе, нет смысла говорить, потому что первую часть вы видели, и, конечно же, все, ничего не изменилось. У нас также артефакты все доступны. Идет игра в две стадии. Первая стадия 6200 золота и примерно 11 левелы, плюс-минус. И вторая стадия, это уже лейт, так сказать, замес. И, конечно же, будем душить на лейт замесах. Ну и думаю, самое время провести первый файтинг и первую стадию, друзья. Поехали. Так, друзья, первый раунд. Че, Антоха, готов? Да, let's go. Let's go. Let's go. Вот этот настоящий. Ля, знаешь, че я неправильно сделал? Ля, ты жесть, жесть, быстро иллюзии слил. Мне надо, короче, эти, знаешь, че, иллюзии сливать твои первые. Первыми сразу. Знаешь, как я... Посмотри, как бы неожиданно. Я знаешь, че сейчас неправильно сделал? Я сначала манту нажал, потом ультанул. Ты меня, анимация своей, спалил. Да. Гоу сейчас второй замес, но так не пойдет. Давай, давай. Ну что, друзья, второй раунд. Сейчас нужно будет прожать нам все более чем правильно. Не знаю, почему у нас так в прошлом раунде вышло, но я, мне кажется, неправильно наюзал. Просто в мартаретке намного проще все тем, что ему просто достаточно прыгнуть и нажать манту. А мне нужно продумывать. То есть тут, видите, такая микро-недоигровочка была. Ну, сейчас попробуем все перевернуть, попробуем слить иллюзии и надеюсь, у нас получится выиграть. Антоха, ты готов? Да, я готов. Выпускайте рачков. Поехали. А мне нужно иллюзии сливать сразу же. Если я сейчас иллюзии солью, то будет все нормой. А, я не могу просто иллюзии, жесть, как быстро сливать. Это сейчас дезалейт будет работать. Ля, ну когда вот дезалейт начинает работать, я начинаю тебя сливать. Другое дело, да. Да, но я все равно не выживаю. Жесть. Блин, а иллюзии я даггером не убью, да? Диффуз купи просто и начисти. Типа это как вариант. Я не знаю, давай я сейчас так и попробую. Так, ну что, друзья. Третий раунд. Вы готовы? Антоха, ты готов? Конечно, готов. Пересобирались немного. Попытаемся как-то законтрить его иллюзии. Задиспелить их просто и все. Выпускайте рачков. Поехала, Антоха. А, осуждаю. Ну я сделал это специально, да. Наводочка ложная. Да не, если честно, я думал, что они снимутся. Я, если честно, тоже. А почему нет? Или не диспелит? Значит переработали механику. По-моему, раньше диспелило, не? Да. Надо проверить, а варлока голем вообще. Варлока голем ему срать. Он тут держит это все. Значит, вот с этим все и связано. Бля, ну это вообще, опять Мартретки всираем на Спектре. Мартретки. Как можно с Спектрой Мартретки проиграть? Хотя, блин, ну в принципе, Спектра, она проигрывает Мартретки реально, но. Типа так, нет. Ну давай, сейчас попробуем что-то как-то пересобраться. Ну это жесть какая-то. Что-то вообще как-то скучненько. Так, друзья, четвертый раунд. Я не знаю, пересобрался. Попробуем слить иллюзии. Если я не сливаю иллюзии, давайте я допишу еще два левела. У Антохи 13. Что-то мне показывает, что этого недостаточно. Думаешь? Да. Ну, иллюзии должны... Дособирать хотя бы Дагдадам Йонера его. Так, денег-то... Ну, в смысле, имеешь в виду без ПТ тупо, да? Да, да, без ПТ. Ну, давай, если сейчас этот раунд я просираю, то я возьму молнии просто и попробуем слить иллюзии. И тут будет уже понятно. Если я сливаю иллюзии, то я стопроцентно тебя выигрываю. Тупо за дизалейт. Давайте. Ну, поехали. Выпускайте рачков. Тоже. Ни одна молния не прокнула. Тихо еще до сих пор. Вот, первое. О, все, пошло дело. Пошло. О, вот, только дизалейт заработал. Да. Вот. Ну, вот как-то так вот. То есть, получается, сама суть того, что мы сейчас сделали. Манпы, если чел прогуливает, если нету иллюзий, то я начинаю пользоваться в полной мере вторым скиллом, вторым скиллом и просто начинаю убивать портретку. Жесть. Ну, вот так-то уже понятней. Мне кажется, с миллионером еще быстрее было. Да? Да. Я могу артефакты поменять? То есть, я могу молнию-то покупать сейчас? Давай попробуем. Итак, друзья, готовится у нас пятый раунд. Все-таки решил я сделать после прошлого победного раунда еще молнию. То есть, я убрал прошлые артефакты и собрал мжулнир. Мюлнир, да. Мюлнир, как вы любите говорить. И попробуем слить манту еще быстрее ему, чтобы полностью пользоваться дизолейтом. Поможет ли это? Нам сейчас посмотрим. Так, Антоха, ты готов? Готов. Выпускай терочков. Поехала. Пошел замес. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Во. Да, Антох? О-о-о. Сразу же другой эффект. Прям сразу же. Ну, давай для теста я попробую просто сейчас уже без записи сделать кое-что другое. Ну, да не, можно записать дополнительно. Ребят, мы сыграли первую стадию. Как видите, по первой стадии понятно, что если Мартретка, допустим, вот, ну, в ранней стадии Мартретка проиграет без манты 100% в спектре. Тупо если она будет находиться одна. Если у нас будет работать дизолейт, то наша спектра победит. То тут тема такая. Вот, как видите, я подстроился. Антоха говорит тоже, возьми молнию. Мы собрали молнию и убили манту на Мартретке. И, конечно же, у нас все получилось. Мартретка начала падать. То есть, суть смысла таков, то есть, суть теста вообще сама такая, что Мартретка не может ничего сделать, если рядом никого нет. То есть, получается так, Антоха. Логично, да? Но это не значит, что надо первым артефактом покупать молнию, чтобы убить Мартретку. По игре, конечно. По игре так. Ну, первую стадию в любом случае. Ну, можно было сразу взять молнию и выигрывать, да? Ну, видишь, мы поэтапно это все проходили. Да, то есть, получается, в теории, на первой стадии, на ранней стадии, у спектры есть все шансы убивать Мартретку, правильно? Ну, смотри, я сейчас изменил билд, уже подстроенный под твоей мьолнир, без манты. Поспробуем сейчас. Посмотрим, как это будет. Ну, давай, дополнительный шестой в первой стадии. Правильно? Все, поехали. Так, ребятки, подъехали мы к шестому раунду. Это дополнительный раунд в ранней стадии. И попробуем сейчас противостоять против таких артефактов. Не знаю. Но очень много хп и есть армор. Посмотрим, что у нас выйдет. Тут уже он контрартефактнул, потому что мы оставляем неизменным билд на моей спектре. И что ж, попробуем, Антоф, давай. Давай, я готов. Выпускайте рачков, поехала. Бля, отхиливаешься прям дерзко. Бля, но все равно. Блин, там критов не было. Критов не было? Но мог убить. Мог убить. Очень, да. Были шансы, но не одну крита. Или, по-моему, один был. Я что-то не посмотрел. По-моему, ни одного. Ну, и тем не менее, ну, как бы без манты ощутимо, что мне намного легче, когда у тебя манты нет. Да. Да, то есть получается, когда у меня работают все скиллы, Спектра может убивать Мартретку. Что, тогда перейдем уже к стадии второй, да? Да, давай. Давайте, друзья, перейдем ко второй стадии и посмотрим, что мы можем делать на фулл затарах, друзья. Поехали. Так, друзья, ну что ж. Первая драка сейчас будет у нас лейт стадии. Антоха у нас запаковался. Пропиши левел, Антох. И левел 25. На этот раз я плюсики не упустил, чтобы все было по-честному. Ля, у тебя 300. Ну, в принципе, равные, да, у нас такие персонажи. Но сейчас мы посмотрим, что может у нас Спектра с такими артефактами против Мартретки и Мартретка с такими против Спектры. Антоха, ты готов? Мягер. Поехали. Выпускайте рачков. Ля, не башь меня так. Так, а где это у нас настоящий? Вот он. Ля, я бабочку включил, прикинь. Знаешь, что я сделал? Я бинт перепутал и бабочку включил. Я промахи себе выключил. А, так они все равно не работают. Ну, вообще-то да. Нормально. Но, если честно, были шансы, мне кажется, тебя слить. Я думал, да, уже что, слить там под конец. Но, камбэк пошел. Камбэк пошел. Ну что ж, давайте второй раунд сейчас заценим. Ну что ж, друзья. У нас сейчас какой? Второй раунд, да? Второй раунд. Бабочка мне против МКБ, конечно же, никак не поможет. Но сейчас я немного пересобрался. Я заменил бабочку на кирасу и посмотрим, что у нас произойдет сейчас. Ну что, Антоха, ты готов? Готов. Второй раунд. Лейт стадии. Поехали. Выпускайте рачков. Хорошо. Где настоящий? Вот этот настоящий. Толя, я с башеней могу выйти. С башеней могу выйти. О, давай-давай, дизолейт. Станьчик там, пожалуйста. Ля, как душит. И... Всего-таки дизолейт, да? Поддушил. Да. Но это было очень близко, что ты мог. Равно. Да, равная битва была. Итак, друзья, наступает у нас третий раунд. Антоха у нас поменялся немного в билдах. Прикупил себе Black King Bar. Не знаю, это, наверное, сейчас будет изи для него. Но посмотрим, что у нас получится. Ты готов, Антоха? Да. Выпускайте рачков. Поехала. Ля, я ультимейт жму. У меня этот... Ульта не появляется, Антоха. Слышишь? Ля, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ля, смотри, как ты отхиливаешься. Мне кажется, сейчас просру тебя. Смотри, как ты нарезаешь. Да ну! Да ну! Жесть. Я не думал, что сейчас вот так все произойдет. Блин, на, я еще раз таким же попробую. Давай попробуем. Просто перепалим право на кнопку нажму. Так, это будет у нас, ребятки, четвертый раунд. Антоха решил, таки, не менять билд. И вроде как сейчас, по идее, должен быть такой же исход. Но тут все зависит от рандома. Все зависит от рандома, как у него будут критовать, так сказать, как его будет критовать его герой. Но сейчас посмотрим. Что, Антоха, ты готов? Готов. Четвертый раунд. Да? Поехали. Поехали. Выпускайте рачков. Вот, ультанул. Сейчас есть. Сейчас есть. Сейчас есть. Давай, давай, давай. Теперь моя очередь. Обисал закидывать душем, душем, душем. Бля, все, бэкбэшка падает. Бай, давай, давай. Ты сам убиваешься об меня. Да. Тупо убиваешься. Ля, ну. Я думаю, наверное, тебе надо просто поменять. Сейчас билд и что-то придумать новенькое. Я чувствую, что мне не особо помогает. Бкб, да. Бкб падает, и ты сам себя начинаешь убивать об дисперсии. Жесть. Ну что ж, остается у нас еще один тогда раунд. Пятый. Ну, вроде как Спектра что-то, походу, лидирует, да? В этой теме. Да, получается так. Получается так, что Спектра, блин, выносит Мартретку сейчас. Но это еще непонятно. Сейчас будет пятый раунд. Пятый раунд будет у нас такой решающий. А потом сделаем без затаров, как вы просили, друзья. Поехали. Итак, друзья. Мы готовы драться в пятом раунде с Антохой. Антоха взял у нас еще одну дополнительную рапиру. Мартретка, не знаю, сможет ли раскрытовать на 4,5 меня. Так что меня прям просто уничтожит. Но сейчас мы это затестим. Антоха, готов? Готов. Выпускайте рачков. Поехала. Триктуем. Поехала. Сначала иллюзии. Леоо. О, ну совсем другое дело. Просто. Просто уничтожил. Даже не прожил ничего. Вообще. Я даже тоже вообще не чат. Просто 4,5 и все. Меня не стало. Жесть. Ну, короче, вот, ребят, такой затар покупайте. Всегда можете. В любых исходах будете. Кстати, вот да. Вот это, можно сказать, такой имбаланс получается. Берешь вторую рапиру и 4,5 крит. И просто никто его не выдерживает. Ну, в любом случае, давай еще один тестовый. Шестой раунд. Давай. И посмотрим, что произойдет. Ты готов? Да, готов. Бонусный. Ребят, бонусный раунд. Сейчас будем как-то пробовать обманывать. Не знаю, главное все успеть понажимать. Чтобы все было хорошо. И посмотрим, сможем ли мы выиграть 4,5 крит. Но в любом случае, если ты крит нанешь БМ, я сдохну, то защит... Защит... Блин, засчитается тебе. Правильно? Ну, если мы оба умрем, то да. Но мое убийство будет первым. Получается так. Но это может не прокатить. Ну, в общем, пробуем. Это тестовый, ребят, раунд. И далее уже будем без артов. Попробуем, как вы просили, зарубиться. И что посмотрим, что будет с этого. Друзья, ну что ж. Выпускаем рачков, Антоха? Да. Выпускайте рачков. Так, подожди. Я вот спалюсь. Вот меня бей, пожалуйста. Ииии... Так, нет, 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 нет. Только не 4,5, пожалуйста. А почему это... Почему я не хилюсь? Ляааа... Ну, ХЗ, БМ тут такая тема, что повезет не повезет в теории, да? Ну, пока ты в этом БМ-чике ходишь, я тоже могу чем-то заняться. Им по иллюзии повезет. Ну, типа да. Слушай, ну, давай сделаем такой вывод, что, в принципе, в ранней стадии у Мортретки шансов поменьше, чем у Спектры, правильно? Один на один конкретно, если, то да. Да, то есть, получается, если у Мортретки не будет, ну, никого рядом просто, или не будет манты, то Спектра ее может легко убить с помощью двух своих пассивок. Вот. Ну, кстати, вот если есть иллюзии у Морта или кто-то хоть один рядом, чтобы он не работал, вообще совсем другая ситуация. Да, совсем другая ситуация. То начинает у нас Спектра проигрывать Мортретки, потому что не работает у нас Дизалейт, основной спелл, который наносит чистый урон. Ну, и, так сказать, только возвратка работает, ну и все. А в Лейтгейме, какой у нас вывод, Антох, что, ну, Крит четыре с половиной. Я не скажу, что это совсем два разных героя. Да. Но, мне кажется, в Лейтгейме Спектра все-таки будет получше. Ты как думаешь? Фу, вот насчет этого, кстати, не знаю, я усомнился, потому что у Морты хоть и не будут работать, не будет работать пассивка, но у нее будет сатаник, самое главное. Она, по идее, не должна так сильно чувствовать ее дисперсию, не знаю. Ну, в теории, да, но если именно по игровому процессу, мне кажется, Спектра будет получше. Бак, да, она может, она вообще может, ну, если по игре лучше смотреть, то она просто вырежет всех остальных там саппортов. Да, да, да. Ну, и, в принципе, ну, я хз. Сейчас мы тебя быстренько нарежем. Ах, выдержимся, я не понял. Я все, я победил. Выдержался, я не понял. Ребят, ну, в принципе, вот вы видели все сами, как, так сказать, вам все это на суд. Смотрите, оценивайте, напишите комментарии обязательно, что вы думаете по этому поводу, кто же действительно сильнее, Мартреска или Спектра. Ну, как видите, по тестам все, в принципе, тут видно. Ну, и сейчас мы зарубимся с Антохо без артефактов, и так как вы попросили, чтобы было якобы по-честному, и посмотрим, кто же у нас будет сильнее. Я soy the iron hand of justice. Без айтемов драться, да? Да. Посмотрим, что у нас получится. Ну, поехали. Поехали. Не, по-моему, это хреновая затея. Нет, не выиграешь, тут уже видно. Ну, да, много времени попросил. Да, слишком много, хаун все же нет смысла убивать. Если он попробовал сначала убить иллюзию, чтобы не работал дизалейт, но, как видите, не получилось. Ну, и, наверное, третью, ну, хотя, третий, а смысл третью драку, если видно, что Мартретка не вытаскивает. Хотя первая, первая драка была очень близка, да, Антохо? Ну, зависит от шансов, конечно. От шансов критов. Внимание, сколько там критов вылетело. Давай еще, еще один такой раунд без слотов, и на этом, наверное, закончим сегодняшний, да? Выпускаем рачков, поехала. Душить. Пока ни одного, а один. Нет, смотри, три крита было, это вполне много, нормально, но все равно. Все равно проигрывает, да? Да. Ну, от дисперсии прям очень много тебе достается урона, если честно. С крита сразу заметно, но и дизалейт не оставляет, так сказать, тебя равнодушным к тому, чтобы ты отправился под риппер. Ну, ты понял. В могилку, в общем. В общем, друзья, вы видели все сами, судить вам, пишите в комментариях, все же, я уже второй раз говорю, но, тем не менее, что у нас сегодня получилось. Пишите, кого на Next потестить. Ну, по галочке, мне кажется, все-таки Спектра продвигается, а Мартретка остается у нас на красной галочке, да, Антох? Да, согласен. Вот, и в любом случае, потом у нас будет возможность еще Next выставить, допустим, Спектру против Найкса. Победитель против проигравшего, правильно? Будет, мне кажется, интересно. Ну, или можно будет других героев. Ну, Найкс, мне кажется, Спектру уничтожит. Не факт, не факт. Не факт, а уже это новая интрига, друзья. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно поставьте лайк, мы для вас старались. И напишите комментарии, кого затестить на Next. Антоха, спасибо тебе за помощь. Пожалуйста, всем пока. Всем спасибо. Субтитры подогнал Игорь Негода.